Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители Живого радио. В эфире Живого радио программа «Театр наизнанку». Я ее ведущая Каэли. Сегодня у меня в гостях актриса театра и кино, режиссер, продюсер, арт-продюсер Национального фестиваля Музыка и на сердце театра, да и просто красавица Наталья Громушкина. Наталья, спасибо, здрасте. Спасибо, что нашли в своем графике напряженное время, чтобы прийти к нам в студию. Да, это было нелегко. Тяжело ли совмещать столько талантов? Ну, совмещать тяжело, не знаю, нормально я привыкла к образу жизни. Хрупкая девушка, столько талантов, бизнес-вумен. Ну, а как по-другому? Хочешь жить, надо постоянно двигаться, не стоять на одном месте. Наверное, при этом нужно иметь характер железной леди. Ничего подробного. Удержать все в руках. Железной леди совсем не обязательно быть, главное, наверное, быть устремленной, по крайней мере, хотя бы иметь желание, да, а лежать на диване и ничего не делать, это, наверное, самое простое. На вашем счету съемки в фильмах, роли в мюзиклах, продюсерская деятельность. Говорите, говорите, да, да. Что, на ваш взгляд, принесло наибольшую популярность? Ну, если по большому счету, конечно, наибольшую популярность все-таки артистам приносит телевизор. Это, конечно же, участие в телевизионных проектах, в сериалах. И мне кажется, что для меня такую наибольшую популярность принесли два сериала. Это «Ундина» на «Гревней волны» и сериал, который идет по второму каналу, это «Обреченная стать звездой». А насколько похожи в жизни Наталья Громушкина и Альбина? Ха-ха, забавно. Ну, я не могу сказать, что мы похожи. Но любой артист, когда он играет ту или другую роль, он все равно черпает характер своих героев внутри себя, в первую очередь, да, где-то что-то подсмотрено со стороны. Но если я в жизни где-то похожа на свою героиню Альбину Медведеву, ну что же, было бы приятно так думать, что у нас есть какая-то схожесть. А когда готовились к роли, что-то вот черпали, может, без поведения журналистов, которые брали? Да, у меня все-таки много опыта общения с журналистами. Не всегда положительный опыт, по крайней мере, вот опыт прошлой моей жизни сталкивал меня с разными журналистами, не самого порядочного, скажем так, поведения. Я сейчас попыталась очень мягко так выразить, да. И, честно говоря, я сначала рисовала для себя совсем другой образ. Вы знаете, что-то... Вот я видела такую прям вот акуловую пера, такую агрессивную даму, что она вся обвешана, тут у нее фотокамера, тут диктофон, тут фотоаппарат. Но когда я познакомилась с нашей художницей по костюмам, и когда я увидела шляпки, какие-то рюшечки, береточки, я поняла, что, видимо, и поэтому образ стал немножечко другим. Но я очень благодарна нашему художнику по костюму, что вот именно такая у нее получилась Альбина. А что сейчас важнее, работа в кино, в сериалах или все-таки продюсирование фестиваля? На сегодняшний день, конечно, на первом месте для меня это фестиваль, потому что мы вот стартуем уже с 1 февраля, 30-го у нас пресс-конференция, открытие. И на протяжении всего месяца идут спектакли на московских площадках, мы привозим спектакли из регионов. У нас есть спектакли, которые в конкурсной программе, есть спектакли, которые вовне конкурсной, есть круглые столы, мастер-классы. Кроме пресс-конференции еще у нас будет в программе презентация новых музыкальных проектов. Ну, вот, честно говоря... Выставка, посвященная мюзиклам. Выставка, посвященная мюзиклам. Ну, чего только не будет. Мы очень надеемся, что у нас все хорошо сложится, все получится. Например, на 21 число мы планируем привезти педагогов из-за рубежа, в частности, из Америки. И в театре у меня на Серпуховке весь день будут давать мастер-классы профессиональные американские актеры, режиссеры, продюсеры. Ну, то есть, планов, конечно, громадею. Ну, я думаю, кому это будет интересно, вся информация будет выложена у нас на сайте. Вот, выплела. А на театральных подмозгах сейчас вас можно увидеть? Такая возможность представиться именно в феврале месяце, потому что мы делаем такой подарок самим себе и поклонникам мюзикла в целом. И, а в частности, любителям... Я знаю, поклонник мюзикла Чикаго. Безусловно. Предопределимый вопрос, кстати. Безусловно. И состав предполагаем... Если ничего не изменится, да, то Вэл Муккелли буду исполнять я, ваша покорная слуга Громушкина Наталья, а роль Рокси Харт исполнит Анастасия Стоцкая. На очаровательный состав. Мы будем надеяться, чтобы ничего не изменилось. Жизнь, она такая, в общем... Если у Насти ничего не изменится, не поменяются ее планы, Настенька, мы будем надеяться, что они не изменятся. Надеюсь, Настенька нас слышит. Мы будем очень рады до 26-го увидеть любителей этой постановки в театре Минной Сокруковки. Какие роли оставили в душе наибольший след? Я очень надеюсь, что вот этот след еще останется неоднократно и разными ролями. Я не могу сказать, что наибольший след оставил какая-то роль. Замешательство. Я не знаю, как на этот вопрос отвечать. Я, когда, скажем так, артист, это, в общем, тоже работа, да, это профессия. Поэтому мы не относимся с каким-то там трепетом к той или иной роли. Да, есть судьбоносные роли, безусловно. Но вот сказать, что это какой-то наибольший след... Я считаю, что для меня, по сути, просто судьбоносная, наверное, не роль, а сам проект, например. Вот я считаю, что Чикаго очень сильно повлиял и на мою жизнь, и на мою судьбу в целом, в целом и общем. И, конечно, история с сериалами... Мы, например, вчера праздновали у профессионалов, у киношников, есть такое выражение «шапка». «Шапка» — это не та, которая шапка на голове, да? Это такой термин, когда собирается вся съемочная группа, свет, звук, костюмеры... Ну, то есть вот вся съемочная команда, включая всех продюсеров музыкальных, не музыкальных. То есть, ну, вот я не знаю, сколько у нас было вчера, человек 300-400. Все-таки два года жизни — это срок приличный. Вот, и когда мы все собрались, мы говорили, что мы так друг другу близки, мы так друг другу дороги, и мы ходили туда никак на работу, да? Мы с радостью шли на съемочную площадку, зная, что «Ой, мы как здорово сегодня там, я увижу свою любимую съемочную группу». И вот когда происходят вот такие проекты, когда настолько складываются отношения внутри коллектива, то когда это заканчивается, безусловно, это грустно. То есть на съемочную площадку приходите как домой? Ну, в общем, да. Было очень приятно работать на проекте «Обреченное стать звездой». Я получала от этого удовольствие. Кстати, у меня просили многие поклонники задать такой вопрос. Близки вообще к концу съемки? Я уже ответила. Вчера мы шапку отмечали, вы понимаете, да? Это завершение. Все. Мы плакали. А для поклонников сейчас, наверное, нашего сериала, последний съемочный день, последняя сцена, мы играли со Снаткиной Аней вдвоем. И когда наш режиссер Рома произнес, вы знаете, то есть как голос режиссера в павильоне, он как будто сверху, как голос «Бога откуда?». И мы отыграли последнюю сцену, и голос Ромы, вы знаете, мне так странно это произносить. Съемка закончена, вы не поверите, сериал, мы его закончили. И у нас с Снаткиной, вот так вот, мы с ней в дворочья обе, мы даже друг на друга смотреть не могли. Да, обидно, плакали, конечно, вот. Но будем очень надеяться, что мы будем встречаться еще со съемочной группой в других проектах, а с нашими зрителями в других сериалах. Мы снова в студии Живого радио. Наталья, как и когда появилась идея создания Национального фестиваля музыкальных сердцитеатра? Ну, как и когда? Да. Ну, во-первых, давно. У кого первого? Во-первых, все это было давно. Другой вопрос, что от самой идеи до ее реализации, все-таки очень долгий путь, да, долгая дорога. Мы ее прошли, слава Богу. Ну, в общем, нас ждет еще очень много, скажем так, нужно еще преодолеть очень много вершин. Ну, мы стараемся, мы трудимся. Как возникла идея? Ну, опять же, да, есть судьбоносные какие-то вещи в жизни, например, как Чикаго. Потом был мюзикл «12 стульев». Я уже не говорю о том, что все друзья работают во всех остальных проектах. Любимый Нотердам, Ромео Джульетты, естественно, кто стартанул, да, первое там, «Метро», тот же «Нордост». То есть, по большому счету, скажем так, круг артистов, которые могут работать в этом жанре и работают, да, профессионально, он не так велик. Мы все друг друга знаем, да, мы все между собой общаемся. Вот, и когда один вдруг проект пошумел, закончился, второй пошумел, закончился, я понимаю, что, кроме того, что люди, артисты, да, которые суперпрофессиональные, и пока еще все молодые, я прошу обратно внимание, это тоже очень быстро проходит, они остаются без... Это, кстати, видимо, наверное, отличает этот жанр, особенно в нашей стране. Безусловно. Они остаются без работы, и они, скажем, не пределят. И я поняла, что нужно сначала что-то такое организовать свое, да, нужно делать свои спектакли. Дальше, да, эта цепочка, стоп. Делать свои спектакли. Для того, чтобы делать свои спектакли, нужно, чтобы были некие люди, которые были бы заинтересованы в продвижении этого жанра, да. Вот, собственно говоря. Итак, дальше петелька, крючочек, петелька, крючочек. И в результате мы с моим другом Дмитрием Калантаровым учились на параллельных курсах в ГИТИСе. Я на режиссерском, он на продюсерском, его жена училась на актерском параллельно со мной. То есть это все равно клубок каких-то таких взаимоотношений, которые очень, скажем так, из детства берут свои корни. Наверное, тоже очень важно, когда вот сплоченный коллектив... Безусловно. Я считаю, это вот мое абсолютно такое железное мнение, что без команды, без коллектива вообще ничего в этой жизни быть не может. Один в поле не воин, да. И какая бы я ни была бы чудная, талантливая, с хорошими мозгами, вот я сама по себе ничего сделать не смогла бы. Поэтому я благодарна нашему музыкальному сердцу. Я благодарна компании «Пиар Сектор», группа которой, в общем, на базе которой, да, на основе которой уже родился музыкальный фестиваль «Музыкальное сердце театра». И в этом году мы проходим уже второй раз. Больше того, в этом году он будет проходить уже на конкурсной основе. У нас абсолютно роскошный экспертный совет, который на протяжении всего года осматривал и отбирал спектакли. Спектаклей действительно было очень много, скажу честно. Вот. И на сегодняшний день вот та программа, которая уже собралась, почему, скажем так, дирекция фестиваля оставила за собой право показать спектакли и говорить, как бы рекламировать спектакли не только те, которые выбрал экспертный совет, да, который пойдет уже по 18 номинации в этом году, но и показать спектакли, как говорим, во вне конкурсной программе. Это не значит, что этот спектакль лучше или хуже, но они, поверьте, не менее достойны того, чтобы их увидеть, безусловно. А опять же, да, этот жанр, он нуждается в рекламе. К сожалению, реклама двигатель прогресса, это жизнь такая, да, такой мир, что если какой-то там товар не рекламировать, к сожалению, искусство на сегодняшний день можно так же, как бы это сейчас грубо не звучало в моей кустах, да, но это, в общем, тоже товар, который нужно, да, грамотно преподнести покупателю. Одно дело, например, есть разные театры, там мой любимый, там тот же Моссовет, есть театр Ленком. Там есть свой зритель, который испокон, хотел сказать, веков, группа из поколения в поколение, несколько лет подряд, да, есть уже свой зритель, который уходит в тот или иной театр. Да, есть вот такая группа людей и товарищей, которые знают... Поклонников, безусловно, которые знают спектакли, знают репертуар, знают, кто в каком составе и так далее, и так далее. И вот жанр мюзикла, жанр музыкального спектакля, музыкального театра, он тоже нуждается, чтобы о нем говорили, его рекламировали. Господа, вообще, этот жанр достойно нашего внимания. Наверное, все-таки, главное необходимое сейчас этой премии, самого фестиваля, это именно в подвижении жанра. Безусловно, опять же, без помощи, скажем так, финансирования, да, опять же, те же меценаты, без правительства, да, без той же московской мэрии, без комитета по культуре. Очень сложно, да, выдвигать этот паровоз, если тебе никто не помогает. Но мы очень надеемся, что с каждым годом желающих, скажем так, участвовать в этом, в той или иной степени, будет больше. Мы только будем рады любому сотрудничеству. А какие жанры принимают участие в фестивале? Вот только мюзиклы? Нет, я прошу прощения, я же с самого начала сказала, что это фестиваль и премия музыкальных спектаклей и мюзиклов. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, нет у нас чистоты жанра, да, сказать, вот только мюзиклы и никак. Опять же, а что такое мюзикл? Мюзиклы – это соединение жанров, это, опять же, хореография, это вокал, это драматическое искусство и музыка, да, как основа основы. В тех же государственных театрах, возможно, спектакли не называют мюзикл. Многих даже коробят само это название, мюзикл, что это за иностранщина, это нам не близко, это нам чуждо. Вообще, за границей, до свидания. Где-то называют Водевиль. Где-то Водевиль, где-то оперетта, где-то музыкальный спектакль. Вот. Поэтому это фестиваль и премия музыкальных спектаклей и мюзиклов. А в каких номинациях будет проходить награждение? Друзья мои, я вот, если буду сейчас это перечислять, я могу, это, во-первых, мы до завтра не разойдемся, да. Во-вторых, на сайте музыкального сердца театра это есть 18 номинаций и еще 3 специальные премии. То есть это есть, как всегда, всем известный лучший артист, лучшая артистка, главные роли вторых планов, режиссеру, пьеса, композитору, свет, звук и так далее. Что мы считаем особенно важным, чего точно нет у других. Не привыкли оценивать особенно звук для музыкального спектакля, для мюзикла, звук и режиссер. Ой, звук там очень важно. Ну, вот ты можешь гениально петь, ты можешь быть лучшим вокалистом, брать все нотки, исполнять чисто. Но если... Если шуршит микрофон. К сожалению. Это правда. Поэтому, опять же, вот милости просим к нам на сайт, кого интересуют все нюансы и подробности. А сама церемония вручения в этом году будет проходить в Доме музыки 1 марта. Мне аж страшно. Уже стартуем. Уже 1 февраля начинается фестиваль. 1 марта уже... Столько еще надо всего сделать. Так, давай, давай, вопросы. Сразу сползешь, надо на работу. В фестивале принимают участие спектакли со всей России. Сколько в этом году поступило заявок в дирекцию? Свыше 100 заявок было. Вот. Вы хотите, чтобы я все сейчас перечислила? Нет, ну, свыше 100 достаточно. А насколько серьезен отбор спектакля, по каким критериям он проходит? Ну, мы немножко уже повторяемся. Я сказала, что у нас был очень серьезный экспертный совет. Основные критерии? Как тебе сказать? Наверное, по поводу критерий, по каким отбирал экспертный совет, они на то и экспертный совет. Наверное, это больше вопрос к ним, какие у них критерии. Скажем так, не знаю, до этого раз должно быть профессионально, но и два, думаю, талантливо. Я думаю, что вот эти критерии у них были точно. А что дает артистам награда? Музыкальное сердце театра. Ну, Конечно, приятно. Бывал вопрос. Приятно получить. Ну, это как минимум приятно, да? Дело в том, что эта премия, да, сама мысль о создании этой премии тоже родилась не просто так. У нас вообще в стране, да, я уже не говорю, так, Гусару, молчать, это первая премия, посвященная музыкальному театру, да. Опять же, я говорю, очень много артистов, которые существуют в этом жанре. Многие о них даже, возможно, не знают и не догадываются, как, да, вот узкий круг поклонников, любителей этого жанра. Больше того, ну, нельзя, скажем, ну, нельзя обойти вниманием многих талантливых режиссеров, да, хореографов, музыкантов, композиторов, аранжировщиков. Они все достойны внимания. Ну, просто, да, сейчас я понимаю, идем просто по второму кругу. Я в целом уже мысль свою выразила, что нужно об этом говорить. Что это дает самому человеку, это, знаешь, осознание ощущения того, что любая работа, кроме того, что она должна быть финансово оплачена, да, мы не просто так все живем как-то. Ну, понимаешь, когда у тебя есть понимание, что ту работу, которую ты сделал, оценивают другие и признают, что ты там в той или иной области лучший. Ну, не знаю, мне было бы приятно. Ну, вот в этом году пройдет в рамках фестиваля «Однажды в Чикаго», а в следующем году не планируется, например, показ метро, Нотердама? Ну, друзья мои, все зависит от того, если кто-то возьмется все это поставить и сделает. Слушайте, я вам буду счастлива. Я точно знаю, когда мы, я не знаю, кто-нибудь видел из вас или нет, вот буквально на днях показывали открытие с прошлого нашего фестиваля, концертного зала России, мы собрали практически всех артистов, скажем так, большую часть из них, которые участвовали во всех, во всех, мы не пропустили никого, нас были все. И когда все артисты увидели друг друга, мы понимаем, что, в общем-то, вот, да, вот эта армия, армия артистов, которые, грубо говоря, безделаны говорят, давайте восстановим метро. Я еще Желу Юзефовичу пригласила, и Катя Гичинвальдек была, и тут же и Тартаковские, все артисты ходили ко всем поучьям, говорят, давайте, давайте восстановим. Ну, да, очень много проблем, если кто-то сможет это восстановить. Я знаю, что очень долго вели переговоры, хотели восстановить сейчас Маттердам-де-Пари. По каким-то обстоятельствам, по каким-то там... Это не получилось. Это не получилось. А так все уже рассчитывали, так уже все надеялись. Так все уже ждали, баронесса пообещала. Ну, вот есть там нюансы определенные, скажем так. Вот, я, опять же, я не знаю, я думаю, что если бы восстановили сейчас и вновь вышел бы в прокат Ромео и Джульетта, я думаю, все были бы в восторге. Я был бы снова полом. Да. Армия поклонников. Вот, но я правда очень надеюсь, что сейчас будут возникать новые постановки и наши любимые артисты в раз не останутся без работы. Во-вторых, я уверена, что появятся новые имена, да, новые звезды. Вот. Опять же, нужно сказать большое спасибо и той же Людмиле Пивоваровой, которая кавер-версию из «Стутских ведьм». Да, они до сих пор идут в прокате. Кстати, они у нас будут 27-го числа работать там же театром на Серпуковке. Да, там сейчас уже не играет Нона Гришаева, Анька Большого, кто-то у них там еще был, несут. Но там великолепные девочки работают. Вот, ну, просто, вот, просто великолепные молодые, прекрасные... Ворожцова, как лицо. Ворожцова роскошная, а эстрина какая, ну, и опять же, и Дима Пивцов, я считаю, что он в этой роли просто как виртуозно работает. Дима Пивцов-то будет или все-таки будет? Дима Пивцов. И вот, в феврале или в сентябре будут корни? Нет, будет Дима Пивцов. Будет все-таки Дима Пивцов. Мы снова в студии Живого радио. Наталья, расскажите, пожалуйста, подробнее про программу самого фестиваля, какие спектакли будут принимать участие. Слушайте, ну, я, конечно, понимаю, что будет. Ну, не все, а вот самые-самые интересные... На сайт, на сайт, все на сайт. Там все написано. Может быть, про вот самые интересные спектакли. Самые интересные спектакли. Но то, что действительно можно будет увидеть только один раз, просто больше шансов не будет, потому что спектакли это приезжают вот только отыграть свой спектакль и потом уезжают к себе. Кто не успел посмотреть Владимирская площадь, один раз приезжал к нам на гастроли, но пошумело, скажем так, и уехало. И вот в этот раз они как раз открывают нашу региональную площадку театра на Сарпуховке 15 февраля Владимирская площадь. Вот, это классика. Безусловно, интереснейшие спектакли это Лепериада. Это у нас Государственный национальный театр Карелия. Спектакль, который не на Сарпуховке, он в театре Аперетты. Я думаю, что многие поклонники музыкла его уже видели наверняка Маугли. Вот, но я очень надеюсь, что моя любимая Лика Рула 18 февраля выйдет на сцену в роли Багиры. Она оставит на одно утро своего маленького. Да, вот, тем более, да, кстати, кто не знает, Ликуся 8 декабря родила девочку, назвали Марусей, вот, и Ликуся собирается как бы войти в форму вот 18 февраля играть в спектакль, тем более, она в этом году номинирована лучшей женской роли второго плана. Я буду держать на нее кулаки. По иронии судьбы она родила дочку 8 декабря, 8 декабря день рождения Андрея Александровна, который играл ее сыном в мюзикле. Да, забавное стечение обстоятельств. Да, пользуюсь, как говорится, случаем, я бы еще хотела поздравить с рождением уже не дочери, а сына Нону Гришаеву. Они слепы, то есть, Лика родила 8-го, Нонка 12-го. Вот такие вот девчонки у нас молодцы. Так, вернемся к нашей афише. Да, говорят, что... А, нужно посмотреть спектакль из Екатеринбурга «Храни меня, любимая», который будет работать в 20-го числа. Я лично смотрела когда этот спектакль, я была поражена тому, что да, этот спектакль, он связан с военной тематикой, но вот умеют наши делать, оказывается, даже не столько музыкальные спектакли, а мюзиклы. Это вот абсолютный мюзикл. И когда я вижу красавцев, молодых ребят, и все синхронно бьют степ, но как замечательно поют. Ну, вот, правда говорю, и я в конце плакала, меня оставил ком в горле. Я получила удовольствие от этого спектакля, вот просто лично мое мнение, с обед ее. Опять же, поклонников мюзикла, хочу для вас приоткрыть, как бы, может быть, новую какую-то ступенечку, некое разнообразие. сходить в театр Сатирикон, смотрите спектакль Константина Райкина «Страна любви». Называется спектакль. Восхитительно работают молодые артисты. Просто вот ух! Вот просто снимаю шляпу. Да, они, кстати, параллельно 20-го числа работают на собственной площадке. «Черная бурка» 23-го числа ну, скажем, это один, на мой взгляд, один из мощнейших спектаклей, которые представляют региональную программу. Будет очень сложно попасть практически невозможно на самарский вино из дуванчиков. Уже все раскуплено? Там есть другой момент. Они играют 26-го числа параллельно с Чикаго. Там действие самого спектакля, оно на сцене. И декорации, и зрители, они находятся на сцене. То есть зрители не в зрительном зале, а на сцене. И спектакль будет показан на площадке рамта. Я просто боюсь, что там максимум может поместиться зрители человек 100. А если учитывать, что это спектакль, который конституционный лист, соответственно, тут еще жюри, пресса. То есть туда будет сложно, я бы сказала, практически невозможно. Но это спектакль, у кого будет такая возможность, кто сможет туда попасть, получит незабываемое впечатление. Опять же, не могу не позвать, не пригласить театр Азовского «Гамбринус», который будет у нас 25-го на Серпуховке. Сейчас специально идут репетиции для того, чтобы показать этот спектакль в рамках фестиваля на большой сцене. Я считаю, что вообще Марк Азовский основоположник, наверное, в нашей стране, один, вернее, скажу, чтобы не обидеть все-таки других, он, скажем так, вообще нашел свой стиль вот этих музыкальных спектаклей. То есть это надо будет посмотреть. Вообще программа обширная, очень разнообразная, я думаю, на все вкусы можно будет найти спектакли. Но вот то, что, почему я говорю, региональные спектакли нужно смотреть обязательно, потому что они будут показаны только один раз. Все-таки на московский спектакль есть возможность там хорошо, не сегодня, сегодня не могу, там через месяц, через два, через полгода и через год, то здесь уже такой возможности не будет. Единственная возможность. Вот спектакль «Вадимирская площадь» поставлен по роману Достоевского «Ниже на оскорбленные». Вы считаете, все-таки для нашего зрителя интереснее смотреть мюзиклы, поставленные по отечественному материалу или привозные? Ну, это очень сложно. Что значит интереснее? Я думаю, зрителю всегда будет интересно то, что будет трогать их душу. И вот здесь уже будет абсолютно неважно, привозной это спектакль, либо это поставлено там по пьесе или по роману нашего соотечественника. Вот здесь это не будет иметь никакого значения. Главное, чтобы был спектакль, чтобы нравились артисты, чтобы была хорошая режиссура, стенография. Спектакль, а уже музыкальный тем более, все-таки это составляющая очень-очень многих деталей, да, и для того, чтобы, грубо говоря, этот механизм заработал, да, там настолько должны все пазлы сойтись. Вот расхоже просто мнение, что наши композиторы не умеют писать хорошие мнения. Ерунда! Господа! Вы заблуждаетесь! Вы заблуждаетесь! А у нас не просто так на фестивале, то есть есть фестиваль, да, есть премия, это все идет своей жизнью, да, но есть еще околофестивальная программа, да, это обсуждение, это круглые столы, пресс-конференции, обсуждение после просмотра уже самих спектаклей, которые будут у нас в конкурсе, но при этом там есть еще абсолютно чудная вещь, называется презентация новых проектов. Вот, скажем, это будет определенным доказательством того, что в России есть замечательные композиторы, есть авторы. Какие проекты с ним секрет? А вот приходите, а вот так вот. Давайте оставим хоть какую-то тайну, хоть какую-то загадку. Хотя, вот так вот, если совсем без шуток, сейчас, правда, обращаются в сам фестиваль, там, в дирекцию, действительно, есть хорошая музыка. Я вот буквально на днях слушала великолепную музыку, например, к мастеру и маргарин. А опять же, вот сейчас вот жду, должен прийти диск Екатерины Второй. Да, это вот те вот проекты, которые вот, 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 им только нужно дать помочь как бы для нового старта. Я уже не говорю, что президент нашего фестиваля Алексей Львович Рыбников, да уж, с таким-то президентом фестиваля говорить о том, что у нас соотечественники, простите, так разнервничалось, не могут писать музыку. Не, ну помимо мастера Маргариты я могу, например, тоже потрясающая вещь, это нежная королева, там написано граф Монте-Кристо, написано, грибян и ща, ялые паруса. Ну, мне нравится, она задала вопрос и тут же сама себя, значит, молодец. Нет, я хочу вот продолжить, что бы вы посоветовали вот композиторам, которых лежит вот это в столах? Да, ты понимаешь, в том-то все и дело, почему это у композиторов лежит в столах, да, по той причине, что в любом случае это должно быть, либо должен заинтересоваться в государственный театр, либо должен продюсер этим заняться. А на сегодняшний день, скажем так, у большинства людей есть ощущение, что мюзикл, скажем, это не то, во что нужно вкладывать деньги, потому что, ой, а этот проект провалился, ой, а этот проект закрылся, потом те же люди, которые делали тот или иной проект, ой, вы знаете, у нас было столько проблем, столько проблем, и в результате, да, общее мнение, скажем так, целевой аудиторий, говорит, ой, это невыгодно, это неинтересно, это провальная история. Поэтому фестиваль, поэтому театральная премия, жанр этот, его нужно, скажем, чтобы он был любим, это во-первых, а во-вторых, некое доказательство того, что он имеет право на жизнь. И, ай, чуть не пустила слизу. И, конечно, конечно, в него нужно рекламировать, и, конечно, в него нужно вкладывать денег, потому что отдача будет. Да, почему, я говорю, тот же стейчхолдинг, интертеймент, сначала они сделали кошель, да, сейчас они сделали маму Мию, но они понимают, что нужно просто приучать, потихонечку, постепенно, да, приучать зрителей. Так вот, у меня, скажем так, обида, я с большим уважением отношусь ко всей команде, которая работает в стейчхолдинге, да, замечательный спектакль, мамы Мил, великолепно там артисты работают, там, Лена Казарина, просто я считаю, вот, ну, звезда, звезда, она выходит на сцену, все, 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 зрительный зал ее, вот, но обидно, что этим занимается, скажем так, иностранная фирма, да, иностранная компания, которые почему-то в этом видят развитие там жанра, впоследствии прибыль и так далее, но почему мы сами этого не делаем? Для меня вот это становится немножечко обидно. А в чем вот причина провала одних мюзиклов и успех других, например, с безумным успехом вообще Ноттердам, Ромео Джульетта, вот 17 лет уже Иисус Христос в Массовете, другие приводят, что провалилось? Например, что провалилось? 42-я улица провалилась. 42-я улица не провалилась, она просто быстро закончилась, а потом всем сказали, что она провалилась. Там уехали артисты, просто они, как раз-то у нас был в стране период бесконечных взрывов и так далее, и так далее, и так далее. Как раз все это еще наложилось на Норд-Дост, потом что-то у нас там в метро еще происходило, и американцы, они просто испугались, естественно, за себя, за свою жизнь, и они все бросили, контракты, собрали вещички и уехали. С кем играть в спектакль, если у тебя уезжают артисты? Другой вопрос, соответственно, если бы были свои артисты, это потом уже Киасаян, Цикала и Дружинин доказали, что русские могут с не меньшим успехом стучать степ, бит-степ, но должно было пройти несколько лет, когда додумались, что, естественно, зачем же везти нам из-за границы артистов, я же не говорю по поводу, что свои дешевле, раз в 10. Вот, поэтому 42-я улица, она не провалилась, там просто артисты уехали, вот и все. Расскажите мне, какие еще проекты провалились? Слушаю. Просто говорят, что провалились в кушке. вот смотри, да, говорят, то есть сложилось уже некое общественное мнение, кошки не провалились, там контракт был на год, вот они отыграли свой год, они больше и не планировали, что значит провалились. Это абсолютно четко выписанная история, что спектакли будут идти столько, от сих до сих. Другой вопрос, что для нас, для русских, для нашего менталитета российского, не все спектакли не попадают, кошки провалились. Кошки просто рассчитаны на более, скажем, детскую аудиторию. Господа, стихи Иллиота перемести, это тоже не так просто. Другое дело, что для нас, для русских, нам нужно еще, чтобы во время спектакля ты должен успеть еще подумать, успеть попереживать, чтобы тут еще где-то кольнуло. И когда ты вышел из зрительного зала, чтобы тебе еще осталось какое-то послевкусие, момент для раздумия, а вот это, а вот как автор здесь интересно, а режиссер вот увидел вот этот момент. Нам нужна пища для мозгов, а просто два прихлопа, три притопа, к сожалению, вот. Да получается, что все-таки все равно у нашего зрителя больше пользы популярности мюзикла, поставленные по классическому материалу, чем просто развлекательные. Безусловно, потому что откуда мы говорим классические материалы, классика, что такое классика? Это то, что, скажем, из поколения в поколение, да, эту книгу не зашвырнули в дальний ящик, да, а поколение передает следующему поколению информацию там об этом произведении. Значит, классика просто так абы что не назовут. И, естественно, здесь, наверное, ты не права, не столько даже классика, а сколько сюжет, да, должен быть сюжет в любой постановке, безусловно, а мы можем только порадоваться за наших соотечественников, да, и возгордиться о том, что мы имеем к ним непосредственное отношение, за то, что им нужна пища для мозгов, что они читают, что они думают, просто браво. Какой бы мюзикл вы бы сами хотели поставить как продюсер, как режиссер? Вот здесь я, к сожалению, не смогу, не смогу я вам этого рассказать, потому что это тайна, я человек суеверный, особенно то, что касается творчества и искусства, скажем так, два проекта, один с российскими авторами, один привозной, один привозной, совершенно верно. А в какой мюзикле хотелось бы самой сыграть? А вот там бы и хотелось. Хорошо. Вы знаете, я по-другому скажу, не так давно как раз мы с моим соу-продюсером ездили в Лондон отсмотреть спектакли. И если тот же стейчхолдинг интертеймент сейчас после мамы Мия, например, поставит спектакль Оливера или поставит Мэри Поппинс, я скажу просто браво. Ну, Мэри Поппинс произвела на меня просто ну, восхитительное впечатление. Кроме того, что это классика, бесспорно, музыка, декорации, костюмы, постановочные эффекты. Вот просто а сколько там мыслей, вот опять же, да, что тронуло. Параллельно на следующий день я смотрю Короля Льва и не трогает меня. Хотя музыка Элтона Джона, там, конечно, гениальная женщина, которая сделала декорации и придумала костюмы и все эти маски. Но не трогай, это очень, видно, что это очень дорого, это красиво, восхитительно, и кнопка, думаешь, господи, это же, надо же, и человек мозги так работает, чтобы вот так вот это вот все придумать. ну вот, вот, как-то не кольнуло нигде. А Мэри Поппинс просто фантастический. А разговоры о мюзиклах не знаю, наверняка многие поклонники уже тоже знают, что Эцетера, театр Калягина купили музыку или брэда мюзиклу продюсерс. Я его тоже сейчас вот видела в Лондоне и эх, вот где бы хотелось сыграть, там бы хотелось сыграть, конечно, безусловно. И то кино, которое сейчас вышло, оно уже снято по спектаклю. Вот. Ну, в общем, на самом деле так много еще прекрасных спектаклей и классических произведений. Это отверженные. Или то же самое отверженные. Еще одно легендарное произведение Уэбера это призрак оперы. Ну, вот к призраку в опере я отношусь достаточно прохладно, я бы сказала, потому что все-таки призрак в опере все-таки это больше опера, чем мюзикл. Отверженные тоже в чистом виде, наверное, там никто не пляшет, но, опять же, классическое абсолютное произведение Гюго музыков отверженных к разговору о том, что те спектакли, например, которые почему-то не пошли, да, это связано не только с привозными спектаклями, которые к нам привозят и из-за рубежа. И в государственных театрах есть подобные в общем прецеденты, когда вдруг спектакль вот не покатил по каким-то причинам. Вы столько ожидали, что и претендировали. и ожидали, например, в том же театре имени Моссовета, я вдруг сейчас почему-то вспомнила, а тоже достаточно давно. Заковой опечаткой, Нет, что ты, опечатка была намного поздней, намного позже. почему-то не пошел спектакль по знаменитому мюзиклу Чез, да, игра, где тоже музыка великолепная, там и Абла, и Битлз, ну просто вот само музыкальное даже насыщение, кстати, я думаю, что может быть просто еще время тогда не пришло, а может быть как раз именно вот сейчас этот спектакль поставить. Сейчас, я думаю, Чез бы пользовался очень большим. Да, и тогда там хореографию ставил, кстати, Миша Кисляров, а его спектакль «Виной за дуванчиков», как раз с музыкой Леши Шилыгина, они сделали в Самаре. То есть вот сейчас потихонечку, потихонечку, мне кажется, этот жанр будет давать свои, скажем так, плоды, свои красивые цветы, но просто это нужно поливать, удобрять, сорнячки удалять и так далее, и так далее. То есть я очень надеюсь, что у нас будет хорошее будущее. И мы не только будем продюсировать, а может быть даже еще и поиграем. У нас, кстати, с Олей Маховой была, скажем, в прямом смысле этого слова, не спетая песня, то те же шахматы. Кстати, надо вот, кстати, хорошую мысль мне сейчас поставить шахматы, да? Почему нет? Какова, на ваш взгляд, роль мюзиклов именно в нашей жизни сейчас, в России? Именно роль? роль. Я, наверное, я скажу так, к этому жанру относятся как некому развлекательному, да, несерьезному, ну, такой мюзикл, ну, поют, ну, танцуют, да, такой легкий, легкий развлекательный жанр. Но, вот при том, при всем, мы же сейчас коснулись того, что почему вот зритель вот этот спектакль смотрит, этот спектакль любит, а вот к этому он равнодушен. Потому что, какова роль мюзикла, почему я этим занимаюсь, почему мне именно интересно заниматься мюзиклом, потому что у самой маленький ребенок, и мы все-таки взрослеем, и мы понимаем, что вот, о, у нас уже дети, и они уже растут, и у наших друзей дети. И я понимаю, что вот это то подрастающее поколение, да, я общаюсь, вот у меня у друзей, там, например, дети постарше, но все, на сегодняшний день не интересно ничего, кроме того же самого компьютера. Книги не читают, не интересно. В театр, да что мы там забыли, да ну это, ну дятина, там, Федя, ну почему ты, а ты был там, давай тебе нужно сюда сходить. Ну вот буду я еще время терять, ладно, в интернет зайду, посмотрю, прошу. И я понимаю, что через тот же якобы легкий жанр мюзикла можно донести очень много нужной, полезной информации. Да, ты один раз пришел на мюзикл, тебе понравилось, да, потому что все равно, а мюзикл это, в любом случае, это шоу, да, это постановочные эффекты, это музыка, да, это танцы. ну ты, очень сложно оставить кого-то равнодушно, но если совсем вот человек, как сказать, ну, говорит, а это не мое, ну хорошо, такая позиция, да, естественно, никто ее не оспаривает, но если ты один раз пришел на мюзикл, да, если тебе понравилось, тогда вот это то наше подрастающее поколение, собственно говоря, наше будущее, да, и будущее нашей страны, тогда он в следующий раз уже пойдет и в драматический театр, и друзей своих позовет. То есть мне очень хочется, чтобы не терялась именно эта вот традиция хождения в театры, да, и чтения книг. Не просто сидение дома у телевизора и у компьютера. Абсолютно. Может быть, когда-нибудь кому-нибудь гениальному композитору придет в голову идея запихнуть школьную программу в музыку? Я думаю, что надо просто прям продумать, выписать этот момент, я боюсь, что это будет такой бесконечный мюзикл. Всю школьную программу в одну постановку не запихнешь. Пять-шесть постановок, дети будут ходить, прекрасная мысль, почему нет? По крайней мере, есть над чем подумать нашим композиторам, и не только. У нас эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Такой последний вопрос. Что бы вам хотелось, чтобы ощущать себя полностью счастливой? Вы знаете, я буду полностью счастливой, если поклонники мюзиклов и не только поклонники придут на наш фестиваль, на наши спектакли, что нам будет, например, через месяц, через два, о чем с вами здесь разговаривать в прямом эфире, господа, всех приглашаю на фестиваль, скажем так, и на театральную премию, будем рады вас видеть. Хотелось бы передать обязательный привет всем поклонникам мюзикла. Отдельный привет хотел бы передать поклонникам сериала, обреченные стать звездой. Как говорится, мы с вами прощаемся, но, надеюсь, увидимся, скажем так, в других проектах, и вы будете нас обсуждать на своих чатах. Ну, и надеюсь, встретимся еще неоднократно на разных телевизионных передачах и эфирах. Спасибо вам большое. Все, я с вами прощаюсь до этого воскресенья в 28 числа в 9 вечера в этой студии Ольга Маховая. Возможно, не одна. в следующем году Продолжение следует...